Исполнение национальных проектов, наполнение бюджета, уровень средней заработной платы. Традиционно в середине года руководитель администрации отчитывается о работе за предыдущий год перед депутатами Городской Думы. На очередном заседании комитета народные избранники заслушали доклад Алексея Сафонова. Алексей Александрович рассказал о значимых событиях 2021 года и подробно остановился на некоторых аспектах жизни города. В целом мы растем. Это как по отгрузке товаров с территории, это так же как по инвестициям, по жилой площади, по населению. Ну то есть в данном случае все необходимое. Мы отмечаем рост города по всем направлениям. Есть вопросы по инвестициям в малосреднее предпринимательство, но там есть тонкости с статистикой, с отчетностью. Но мы все равно понимаем, что 2021 год, постпандемийный год, конечно, непросто отдался данному виду деятельности. Отмечаем рост средней заработной платы по городу, заметный рост розничной торговли, общественного питания. Поэтому делаем вывод, что город ожил после его 2020 года. Одно из важных событий – присоединение к нашему зато еще двух территорий. После выхода указа президента Саров обратил на себя пристальное внимание федеральных структур. Органам местного самоуправления дали поручение составить мастер-план по развитию города. Уникальная ситуация, наверное, для страны. Мы создали несколько вариантов мастер-плана, в котором есть минимальные наши желания, есть, скажем, вещи, которые мы хотели бы, безусловно, получить, и есть некий фантазийный вариант. Данный мастер-план был доложен на уровне правительства. Вице-премьер Чернышенко его проработал. То есть мы понимаем, что это не рядовое событие. Сейчас очень сложно идет вопрос по поиску финансирования на реализацию. Но ключевым для нас у нас появилось это право. Просить вещи, которые мы понимаем, нужны для города и должны развиваться. Свой доклад Алексей Сафонов представит на заседании Городской думы 28 июня. Полностью его можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.